Турецкая крепость Внезапный день по городу Киеву немецкие войска нанесли с воздуха 22 июня 1941 года. В самые первые часы войны защищали Киев не только советские солдаты, но и простые жители. Огромные усилия прилагали для этого отряды народного ополчения. Минск в первые же дни войны был опустошен налетами немецкой авиации. Недалеко от города в наказании за сопротивление гитлеровцы зажгли заживо всех жителей деревни Хатыль, заперев их в Санрае. В память о погибших установлены колокола, которые напоминают о тех событиях. Фашисты рвались к Москве, но на пути встал город-герой Смоленск. Битва за город стала одной из самых яростных в первые месяцы гитлеровского наступления. Память о скорбящей матери, символ печали и безумного горя всех матерей, сыновья которых погибли в честном бою. Захват Москвы имел первостепенное значение, так как именно с ее падением связывалась полная победа немецких войск над СССР. В пусте нашей столицы гитлеровцы потерпели первое крупное поражение. Битва под Москвой длилась около семи месяцев. Тулан – один из городов-героев, который отбил все атаки противника и остался на покуренном. В полном окружении горожане не только выдержали налеты противника, но и наладили выпуск на немоков и стрелкового оружия. Проражали ремонтировать боевую технику. Ленинград – единственный город-герой, жители которого пережили блокаду в 900 дней. Но так и не сдался врагу. Разорванное кольцо символизирует дорогу жизни. Керч была одним из первых городов, подавших под удар немецко-фашистских войск в начале войны. За все время через нее четырежды проходила линия фронта. Одесса – город моряков. Жители Одессы мужественно обороняли свой город. И на берегу Черного моря воспринялся весь памятник неизвестному матросу. Одним из самых стольких городов Великой Отечественной войны считается Севастополь, который выдержал ожесточенные атаки врага в течение 250 дней. Сталинградская битва изменила ход истории. Немецко-фашистская военная машина была взломной. Защита Новороссийская длилась 393 дня. На месте с оба кровопролитных боев воздвигли памятник взрыва. Он состоит из оскоков авиабомб, мин и снарядов весом 1250 килограммов. Считается, что именно столько обрушили немецкие войска на каждого защитника Малой Земли. В обороне Мурманска участвовали корабли Северного флота и сухопутные войска Советской армии, защищая Заполярье от вторжения немецких войск. Со временем войны Мурманс был полностью разрушен. Сохранился лишь порт и три каменных здания в центре. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...